Вот как выглядели эти въездные ворота на территорию усадьбы на картине Рауха. Слева виден обелиск, сооружённый по проекту Александра Жилярди. Обелиск сохранился до настоящего времени. Сейчас он находится в начале улицы Чугунные ворота. Вот, кстати, что пишет об этом обелиске историк Коробко. Обелиск не имеет надписей, рассказывающих о цели его создания. Это типичный парковый памятник, созданный в память какого-то личного события, происшедшего у Сергея Михайловича Голицына. Возможно, им было посещение княжеской усадьбы 29 июля 1837 года наследником российского престола цесаревичем Александром Николаевичем, впоследствии император Александр II. Специально для него Сергей Михайлович Голицын устроил грандиозный фейерверк, состоящий по свидетельствам очевидцев, наверняка преувеличенным из 40 тысячи огней. Чугунные ворота установили в 1831 году. Их изготовили на чугунно-литейных заводах князей Голицыных. Это была копия Николаевских ворот в Павловске, созданных в 1826 году по проекту архитектора Карла Росси. Чугунные ворота для кузьминок, 18 тысяч пудов или около 300 тонн чугуна, отличаются от павловских лишь гербом, который венчает их. Здесь, в Кузьминках, это герб рода Голицыных. Ворота украшали парадный въезд в усадьбу. От них начинался Московский проспект, ведший к Господскому дому. Проспект ограничивали с двух сторон чугунные тумбы с цепями и ряды лип. По обе стороны от ворот – железная ограда со светильниками. Слева – регулярная часть парка, включавшая 12 аллей, отходивших от центральной круглой площадки. Регулярный или французский парк украшала парковая скульптура. По правую сторону от проспекта – английский парк с прудами, мостиками, оранжереями, теплицами. О воротах сейчас напоминает лишь название улицы – чугунные ворота, которые уходят влево от места расположения бывших въездных ворот. Редактор субтитров А.Семкин